МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале 1-й Караганинский. В студии работает Саид Волмакаев. Здравствуйте. Вначале о главном. Куда утекают многомиллионные суммы, выделенные на ремонт дорог? Этим вопросом задались специалисты проектного офиса Сарарха Адалдахалана после многочисленных обращений сельских жителей. Чистый дом, чистая улица, чистый город. Во всех организациях образования Караганды прошли экологические часы. Молодое поколение приучает к бережному отношению к природе. Карагандинка завоевала бронзу на чемпионате мира под дзюдо среди кадетов. Спортсменке всего 16 лет. В состязании такого уровня она участвовала впервые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда утекают многомиллионные суммы, выделенные на ремонт дорог? Этим вопросом задались специалисты проектного офиса Сарарха Адалдахалана после многочисленных обращений сельских жителей. Антикоррупционеры организовали специальный пресс-тур на многострадальную дорогу у села Корнеевка. В прошлом году тендер на средний ремонт этой дороги выиграла карагандинская фирма Дорстрой ЛТД. Сегодня дорога вновь в ужасном состоянии. Она является частью трассы Караганда-Павладара, а также единственной дорогой для жителей села Корнеевка. Именно они и забили тревогу. Каждый год вроде бы что-то делают, латают дороги, перекрывают, но через месяц этой дороги уже нет. Качества нет. Хотелось бы, чтобы, если бы делали дорогу, был контроль усиленный со стороны вышестоящих органов. И что, если будут дорогу делать, чтобы дорога была качественная, хотя бы на сезон. Дорога бы и еще простояла несколько лет, заявляют ремонтники. Но в дело вмешалась большая строительная компания республиканских трасс. На строительство необходимо большое количество материалов. Доставка этих материалов большегрузными машинами производится по второстепенным дорогам, в том числе и по этой. Весь основной поток сейчас через эту дорогу проезжает. Вы посмотрите, в 17-18 году до Алгабаса, то есть до Муткера, какая дорога была. Она в очень хорошем состоянии. В прошлом году ее полностью раздавили. Эту дорогу еще делают 4 раза, если я не ошибаюсь. То есть здесь большая основная проблема – здесь большегрузные машины. То есть они идут очень с большим перегрузом здесь. Заказчик в лице компании «Казавтожол» проблему с большегрузами знает, но поделать практически ничего не может. Что же касается этой дороги, то подрядчик обязан вновь ее отремонтировать. Ну, однако, вот, посередине, они пока не завершили, как я вижу, я чувствую, что успеют, если успеют, значит, успели. Не успели, значит, это со стороны подрядчика, это заказчика с нашей стороны. Мы будем уже принимать жесткие меры, это имеется в виду судебное разбирательство, рассмотрение возможностей как недобросудственного посередчика. К решению этой проблемы подключились и антикоррупционные службы. Многочисленные жалобы местных жителей не оставили равнодушными сотрудников проектного офиса «Сарарка» от Алдекаланы. Они намерены лично контролировать ход ремонтных работ. Еженедельно мы будем приезжать, смотреть непосредственно данную дорогу, именно качество, будем контролировать совместно с Казавтодором, также поставщиком, именно по качеству дорог, также общественностью. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Жители Шетского района до сих пор сидят без электричества. Чтобы провести домой свет, монополисты просят внушительную сумму. Владельцам новых домов приходится самим подключать генератор. Местные власти не в состоянии решить эту проблему. На дворе 21 век. Трудно представить, что некоторые люди живут без света. Тем не менее, это факт. Жители Шетского районного центра уже не знают, куда обращаться. По их словам, для того, чтобы провести домой электричество, у них просят 2 миллиона тенге. После того, как прежний дом родителей совсем устарел, мы вместе с родственниками построили новый. Теперь, чтобы провести электричество, директор фирмы Шет Энерго просит денег около 2 миллионов тенге. Якобы я не покупал у него стройматериалы. Поэтому он не будет мне подключать свет. Говорит, чтобы я сам поменял трансформаторы. У меня нет таких денег. Родители подключают мотор, но толку от него мало. Соседи жалуются на звук. К тому же, дома есть маленькие дети. Компания Шет Энерго более 20 лет занимается обеспечением Шетского района электричеством. Директор фирмы Курмангазы Амиры, в свою очередь, попытался разъяснить ситуацию. Он утверждает, что в данное время предприятие переживает не лучшие дни. Не хватает средств на ремонт устаревших трансформаторов, а трафик раздаваемого электричества сейчас очень низкий. Денег практически ни на что не хватает. Нынешнее состояние предприятия очень тяжелое. В некоторых моментах виновата само государство. Когда-то были приняты неправильные законы. Раньше мы передавали, продавали электричество и собирали деньги у народа. Так мы и работали. А сейчас от нас отделили электроснабжение. Они работают ни на нас, ни на народ, а на свои карманы. Эти предприятия, которые снабжают электричеством, ни от кого не зависят. А мы теперь не можем сдвинуться с места. Сейчас сидим без ничего. Поэтому хватит винить только нас. Но представители энергоснабжающих предприятий утверждают обратное. И так по кругу. Местные власти не в силе бороться с монополистами. В районе имеется генеральный план. Все должно делаться согласно этому плану. Частные предприятия должны наперед думать о своих затратах. Мы не можем сейчас выделить на это средства. Это будет незаконно. Наши права ограничены. На протяжении четырех месяцев идет судебный процесс. Но даже суд не в состоянии решить эту проблему. Мульдар Жахкан, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Приток туристов в Улытау за два года увеличился вдвое. Аким Карагандинской области Женес Касымбек во время рабочей поездки по Улытаускому району проверил, как идет строительство туристического визит-центра и нового музея. Он также побывал в природном музее-заповеднике. Поток туристов в Улытау за два года увеличился вдвое. И этот показатель может еще увеличиться. Так считают сотрудники музея-заповедника. Если в 2017 году наш заповедник-музей посетили 11 тысяч человек, то в последние два года около 24 тысяч. Людям интересно узнать больше об истории, о сакральных местах нашего региона. Но, к сожалению, есть некоторые проблемы. Это состояние дорог, отсутствие гостиниц, точек общепита и сервиса в целом. Глава области отметил, что развитие туризма региону необходимо. Это поможет создать в районе новые рабочие места. Вы поднимаете правильные вопросы. Мы должны привлечь как можно больше туристов в Улытау. Будь это иностранные гости или же наши соотечественники. Новый визит-центр должен стать драйвером развития туристической индустрии в новом современном формате. Комплекс будет включать в себя информационно-экспозиционный зал, реставрационную мастерскую и библиотеку, камеру хранения, гостиницу и столовую. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Молодое поколение необходимо приучать бережно относиться к природным ресурсам. Во всех организациях образования города прошли эко-часы. «Чистый дом, чистая улица, чистый город» – гласит девиз акции. Присоединился к проекту и Аким Караганинской области Женес Касымбек. 103-я школа лицея отметила настоящий зеленый праздник. Аким области Женес Касымбек отметил, что Караганда – в первую очередь индустриальный город, и многочисленные заводы негативно сказываются на экологической ситуации региона. «Ежедневно, кроме этих фабрик, заводов, у нас еще каждый день появляется большое количество машин в городах. Это все может к каким-то последствиям по экологии привести. Мы хотим все хорошую, достойную жизнь же с вами прожить, с вашими родителями. Когда мы говорим о хорошей жизни, это не только хорошая зарплата, квартира, вот такая школа замечательная. Это еще и чистая вода, это свежий воздух хороший, на улице деревья». Гостями акции стали специалисты-экологи. Они рассказали школьникам о нынешних проблемах с ресурсами. Особое внимание уделили рекам Большая и Малая Букпа. Они протекают по всему городу, но с каждым годом мельчают. Русло есть и рядом со 103-м лицеем. А значит, школьники могут принять активное участие в защите этого природного богатства. «Вы вполне можете организовать акции по очистке рек. Это вам под силу. Вы, если находите какие-то большие свалки, которые нехорошие люди на грузовиках вывезли на речку, вы можете смело звонить в Акимат или к нам в экологический музей и сообщать. И мы будем делать все для того, чтобы эти свалки вывезли». Ученики задали специалистам многочисленные вопросы. Не упустили ребята возможности и ближе познакомиться с Акимом области. Глава региона поделился впечатлениями о новой должности и даже вспомнил свои школьные годы. «Честно говоря, когда учился в школе, я любил точные науки, очень любил физику, математику. Математику особенно геометрию любил. Потом я учился в артурно-строительной академии. По специальности я именно строитель, архитектор. Поэтому любимые предметы у меня были физика, геометрия. Ну и, естественно, я как мальчик любил физкультуру». Мероприятие продолжилось традиционной посадкой деревьев. Жены с Касымбек и Нурлана Убакиров с радостью присоединились с первоклассником и оставили на территории лицея свои именные ели. «Мы были рады участвовать в сегодняшней акции под названием «Экочас» и сажать деревья совместно с Акимом нашей области и другим правительством. «Посадили определенное количество деревьев и надеемся, что они будут так же процветать, как и наша школа». «Сегодня мы посадили в 103-й школе, лицее 103 елок и мы этим самым защищаем природу. И надеюсь, такие акции будут больше проводиться в дальнейшем». Школьникам продемонстрировали и «Экоавтомобиль». С его помощью горожанам наглядно демонстрируют, как пользоваться новыми пунктами приема мусора и этапы его переработки. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По всей стране прошла масштабная инспекция сельскохозяйственных угодий. По итогам проверки с рабочим визитом к Арганинской области посетил председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Арман Утигулов. Сотрудники комитета ветеринарного контроля провели масштабную работу. Инспекции по соблюдению санитарных норм и выполнению государственных услуг охватили все сельхозугодия. В ходе мероприятия выявлены проблемы в сфере ветеринарии и пищевой безопасности региона. Данные вопросы уже вынесены на обсуждение в Сенате. В скором времени ожидаются поправки в сфере сельского хозяйства. Всего рассматривается более 500 поправок в законодательство. Сегодня ведутся работы по всей стране, в том числе в Карагандинской области. В общем, в области работают 840 ветеринаров. Также имеются 57 вакантных мест. Отдельное внимание уделено привлечению к работе молодых специалистов. В этом году уже устроились на работу 22 выпускника вузов. По утвержденному плану ведутся работы против эпидемии скота. Ветеринарные отделы снабжены всеми необходимыми препаратами. Проведены более 3 миллионов профилактических манипуляций для профилактики 12 опасных заболеваний. Также из областного бюджета выделено более 65 миллионов тенге для профилактики экзотических заболеваний. С начала второго полугодия текущего года внесены изменения в правила, которые касаются бруцеллеза. Новая стратегия рассматривает дополнительные исследования, профилактические мероприятия, закуп вакцин. На данный момент по области в ветеринарной сфере работают 856 сотрудников. Функционирует 11 мясокомбинатов, 24 пункта забоя скота, 592 крестьянских хозяйств и 29 заводов по производству рыбной продукции. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинка Алима Жумагалиева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира под дзюдо среди кадетов, который прошел в Алматы. Спортсменке всего 16 лет в состязании такого уровня она участвовала впервые. Чемпионат мира под дзюдо среди кадетов проходил в Алматы. В нем соревновались 450 спортсменов из 61 страны. В сборную Казахстана вошел 31 спортсмен. Карагандинка Алима Жумагалиева выступала в весовой категории до 40 килограммов. В решающем бою за третье место она победила соперницу из Бразилии. И это не единственная награда Алимы высокого ранга. Также хотелось бы отметить, что у нас Алима, помимо всех турниров, стартанула на чемпионате Азии, где она заняла золотую медаль. Это Тайбэй. Это явился одним из таких контрольных стартов, который именно показал по Алиме на способность, на высокий результат, результат чемпионата мира. Алиму в спорт привел ее отец. Он же стал и первым тренером. Отвечая на вопросы, спортсменка отметила, что высоких результатов добилась прежде всего благодаря тщательной подготовке. Сегодня Алима продолжает усиленные тренировки, чтобы исполнить свою заветную мечту – стать победителем Олимпийских игр. К этому чемпионату мира мы готовились очень долго. Прошли очень много тренировочных сборов, подготовительных этапов. Это был мой первый чемпионат мира, где участвовали свыше 60 стран. Я очень хочу поблагодарить своих тренеров, папу, всех тех, кто поддерживал меня и нашу команду. В финальном зачете сборная Казахстана завоевала шесть медалей – одну золотую и пять бронзовых. В тройки лидеров по итогам чемпионата вошли Япония, Турция и Россия. Андрей Тена Манкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649, телеканал Первый Карагандинский. Будьте с нами и узнаете новостью первыми. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok